Ну, хорошо. Как у вас здоровье? Во-первых, хотел спросить. Ну, живой. Что еще надо? Сколько лет вам? 83. 83? А вы выглядите, ну, лет на 25, наверное. Да. По духу? Ну, по духу, да. По движениям, по вашим. Пацаны так не двигаются, как вы, е-мое. Туда, сюда, бегом туда, в обратную сторону. Да, да. Что там, новостей много, я давно не выходил к вам. У меня тоже много в жизни событий разных, интересных тоже было за этот период, пока я отсутствовал. Я слушаю, какие, может, вопросы есть или что? Да, я думал, вот этот, к вам туда наведаться вообще не вариант, да? Помните, я вам говорил однажды в гости. Я не как, просто как турист, а имеется в виду, как трудник, помощник там, например, еще работящий человек. Зимой этого нет, на лето будем отдельно говорить. 10 июня... Все, на лето там копать, что-нибудь там без проблем. Дури хватает, слава богу. 10 июня я выезжаю из города в деревню, тогда будем разговаривать. Все, я тогда на связи, если что. Мне можете тоже там звонить, как бы это самое, ну... Я никому не звоню, никогда. У меня столько звонков, что мне некогда разобраться. Я встаю с часа полтретьего ночи и к пяти утра едва почту разбираю. А в пять уже начинается молитва. Угу. Ну, все понятно. Ясно. Ну, я потихонечку буду опять примыкать к вашему кругу и... Ну, пожалуйста. Молиться тоже с вами вместе. Хорошо. А вот еще, смотри, такой момент. Вот это состояние... Состояние ревности, это что за дух такой? Ну, оно есть положительное, есть отрицательное. Если ревнует... Ну, вот в моем случае отрицательное постоянно внутреннее состояние бывает нехорошее. У кого? У жены? У меня. У вас? Да. А почему? Ну, такой человек сам по себе, как бы сказать. Не знаю, почему. Я вот с Владимиром хотел поговорить. Что это такое? Почему оно меня так... Ну, почему? Вот у мужчины, если будет... Вы говорите о ревности. Да. Вот на мужчину есть ответ в Библии, а для женщины нет ревности. Ей это отказано в этом. Ответа для нее нет, если она ревнует. А мужчина, он должен... Нет, я, 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 я сам, сам. Ну, надо узнать, какая... Без основания, если тогда ты неправильно поступаешь. С ревнимым, как жить-то? Он куда бы ни пошел, он все время будет дуться. Не дай бог. А как справляться с этим? Да нет, никак не справляться. Если человек дурит-то его, никак. То есть такое дело-то, ты стыд и обутай, все время повернулась туда, посмотрела, не так. Это ничего не сделать. Это как в аду... Пока сам не поймешь, да? Пока сам не поймешь... С таким человеком жить, это как в аду гореть. Это невозможно. Ничего себе. Вы сказали прям так. Ну, я говорю, что то, что есть, это страшно. Да, самоубийство доводит. И он ревнует ни на чем, и бывает, что и постигнет на ее жизнь. А если у тебя есть доказательства, ну, ты имеешь право разместись, но до ее смерти оставаться один. Понятно. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы это знаете? Да, да, я знаю, знаю. Без проблем русская смотрят, слушают люди. Ну, да, мы говорим о том, как лучше спастись. Мы ни у кого ничего не берем. Все свое. Вам надо, блин, я не знаю, столько знаний. Молодежь, что ли, какую-то группу... А, вы же ведете же там, да, онлайн программы, да, вот эти самые, в институтах же, да? Ну, у меня четыре программиста, можно сказать, на готове. Если мне нужно, я только брякну, сразу сделают. Это Бог так делает. А вот, например, вот мне вот в сороке тоже, да, особо руки не подчинены, заточены, ну, где-то что-то как-то, а сам себя практически еще не нашел до сих пор. Что делать? Как определиться? Какой разговор? С тебя найдешь. Вот мы, большая семья у нас была. Отец инвалид войны, вот так, руки нету с фронта, сорок первого года. С мамой вместе, они не окончили полкласса. Ребятишек десять. Десять детей живых. И мы жили очень бедно. Больных никого нету. И все время работали. С пяти лет уже отцу помогаем. Но он пасет, и мы туда с ним. И вот это что-то такое, как, где, я не знаю. Я вот закончил строительный техникум. Советская власть мне не давала работать. Только вне ведомственной охраны того района, где я живу. Так у меня свободные дни. Я на свой ржавый велосипед, инструменты и глина, где стучу. Вам нужен печник? Нужен. Я сорок лет клал печи по стране. Всегда деньги, всегда уважение. Голова свободная. Я кладу, а сам размышляю, запоминаю. Я у Бога эту благодать просил. Не связанным быть. И у вас потом такой путь вам предначертан был, чтобы вот так вести за собой людей? Не просто вести. Представь себе, когда тебя арестовывают раз за разом. Все отрывается, тебя отдельно бросают в камеру. Я это все прошел. С милостью Божьей. Сколько лет вы по тюрьмам, по лагерям были? Да разно было. Меня 26 лет терзали они. Ничего себе. Ну да, это все там психиатрия. Бывает, год не выдерживают. Психиатрия, там все было за этом. Но я благодарю Бога, потому что и там люди обращались, каялись. И там за меня была заступа большая. Меня арестовывали всегда по санкции Московского КГБ, МГБ. Но там был знак какой-то. Вы шли как батюшка всю жизнь, да? Нет, я не священник, я мирянин. Я шел как проповедник всегда, как миссионер. Как Илья шел, да? Исповедовал Иисусу, да? Да, вот так Господь дал. Это не мое. У меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного. Я самостоятельно учусь. Вот сейчас столько мне лет, а я каждый день учусь, новое и новое узнаю. Ничего себе. Ну да. Удивительно просто-напросто. Такие люди раз в сто лет, наверное, рождаются. Ну, я благодарю Бога. Ну, люди это понимают. То, что мне Господь позволил сделать, это невозможно сделать одному. Ну, конечно, команда у вас людей позаботится о вас сразу, как сказать, но... Ну, как заботятся? Я иду страдать-то. Они заботятся только молитвой. К милости Божьей просят. Да, прикинь, по тюрьму, по лагерам даже. Да. Все, ясно, батюшка. Не буду ваше время отвлекать. Все, с Богом. Вот, дел там. Все, с Богом. Пуще крыши. Да, до свидания. Денис там. Да.